Когда библиотека не просто место, где можно взять и почитать книгу. Рязанская библиотека имени Горького была и остается Центром культуры и общения. За 160-летнюю историю она пережила немало. Сегодня вспомнить основные вехи развития позволяет выставка, которую организаторы подготовили специально к юбилею. Экспозиция рассказывает об учредителях библиотеки и о тех зданиях города, в которые переезжала Горьковка. Особое внимание выставке – периоду Великой Отечественной войны. В те годы на фронт ушел ее руководитель. С войны он не вернулся. На экспозиции можно увидеть почетных читателей Горьковской библиотеки. Иван Павлов, Александр Солженицын, Евгений Коширин, Владимир Аксенов. Список можно продолжать долго. На выставке мы постарались представить и то, как совершенствовалось библиотечное дело. От карточных каталогов к сегодняшнему дню, к электронным системам, обеспечивающим читателям постоянный доступ к нашим фондам, фондам президентской библиотеки, различным правовым системам, не выходя из собственного дома, не отрываясь от своего собственного компьютера. Областная библиотека от современных тенденций не отстает. Часть фонда уже переведена в цифровой формат. Это касается не только популярных, но и редких изданий. В библиотеке сегодня работает планетарный сканер. Он позволяет переводить документы в цифровой формат. Но главное, что делает Горьковку современной – это ее сотрудники. Действительно мы стремимся быть актуальными, современными, востребованными. Как нам это удается? Потому что прежде всего это удается силами, профессионализмом, ответственностью и любовью к своему делу замечательного коллектива библиотеки, которая здесь трудится. Догнать интернет или победить электронные книги главной библиотеки города не пытается. Да и зачем? Современный подход к работе с читателем, комфортные залы, уникальные проекты и молодежные мероприятия. Горьковка уже давно стала культурной площадкой города и каждый раз доказывает, что мир библиотеки удивителен и интересен для любого посетителя. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».